В нескольких дворах Тюмени должна решиться проблема с ливневой канализацией. Там установили дренажные колодцы, причем произведенные в нашем городе. Да, и на эксперимент решились в Калининском и Восточном округах, там где лужи после дождя обычное дело. Евгения Зубцова об инновационном подходе к водоотведению. Двор на Олимпийской 30 уже заканчивают ремонтировать. Здесь подрядчики не просто положили асфальт и сделали тротуар. Под землей встроены 11 дренажных колодцев и 4 дождеприемника. Вот один из них прямо у дома. Лужи должны остаться в прошлом. Местные не дождутся перемен. В той стороне большие лужи стоят. Там с колясками не пройти. Лужи большие стоят. Глубокие лужи. У меня когда-то муж здесь работал, он тонул даже здесь. Приходил утонувший. Ничего не изменилось. Глубокие лужи после дождя или весной-осенью. Постоянная проблема в Тюмени. Ливневая канализация под землей не справляется с нагрузками. В итоге случаются потопы на дорогах и во дворах. Но у тюменских промышленников есть решение. Гофрированную трубу диаметром 63 мм свернут и сделают из нее дренажный колодец. Сегодня в Тюмени на такие системы водоотведения решились в Калининском и Восточном округах. План по установке небольшой. Семь объектов. Зато раскупают продукцию другие города. Мы работаем с Тюменью. Мало, но работаем. Начали работать с Екатеринбургом. Были недавно на выставке Челябинска. Проявили у нас интерес в городе Челябинск. Ижевск заинтересовался нашей продукцией. В местах склейки существуют отверстия, которые позволяют беспрепятственно проходить в воде. 12% площади колодца – это отверстия. Кроме того, устройство сделано из материала, который прослужит полувека. И весит одна трехметровая деталь – 30 килограммов. В этом и есть инновации тюменцев. Накопительный колодец. Туда попал куб воды. Там куб воды остался. Наши же колодцы позволяют с помощью этих отверстий дренировать воду из колодца. То есть, сколько бы мы туда ни положили, почва примет ее. По закону сообщающих сосудов, вода пытается выровняться. При этом колодцы устанавливаются и точечно, а значит, не надо раскапывать весь двор. Впереди серьезные испытания осенними дождями. Евгения Зубцова, Владимир Кондратьев. Тюменское время.